Добрый день! Сегодня у Гомеля прошла биржа деловых контактов. Ее удельниками стали навуковцы, представники предприемств и банков. С лепшими распроцовками о пошних годах ознайомился Олег Синтеров. Самая первая в свете биржа деловых контактов отбалась еще в 1406 году на территории Сучастой Бельгии. Ее гербом были три скоронные мягкие с грошами, символ заразумелый и актуальный до этого часа. Контакты помеж распроцовщиками и вытворцами повинны приносить доход ободбумбакам. История Гомельской биржи деловых контактов больше степлая. У першиню она пришла в минулом году. Головная мета – так званая коммерциализация вынеков науковой деятельности. На практицах это значит, что распроцовки повинны укорняться в творчестве. По коль тут есть проблемы. Тема такая, которая до сих пор остается сложной. И сегодня мы ищем различные пути преодоления, поскольку внедрение – это насильственное проникновение чего-то одного в другую среду. А должно быть наоборот. Должна среда впитывать то, что вокруг нее и получать от этого какой-то экономический или иной социальный результат. На оселедней Гомельской бирже пропонуются некакие десятки распроцовок. Антибактериальное покрытие для медицинских выработок. Новые сорбенты для очистки водных акваторий. Отремание пятной воды с забрудженных крыниц. Перепроцовка органичных отходов во удобрении. У Института механики металлополимерных систем перекананы у перспективности фильтров, выровленных на основе новых материалов. Тем больше, что некоторые узоры прошли уже практичное выпробование. Белорусский газоперерабатывающий завод, которому нужны фильтры на замену американских фильтров, ПАЛ. Мы сделали фильтры, которые работают, по крайней мере, не хуже, а может лучше. И при этом экономим половину средств, скажем. Но для нас это очень выгодно. Эти фильтры очень дорогие и нам производство их весьма рентабельно. Вот другие же фильтры, такого же типа, мы поставляем других размеров, скажем, другой размерности, в Газпром, в ту же Тюмень, Ямал. Разум с иншими материалами, кожный у денег Гомельской биржи деловых контактов отрывал проект протоколов на мерах. Увы, никого яху подписания, баки возьмут на себе об обязательстве притягнуть перамовы и принять расшение о метазгодности заключения полновартосного контракту, что в свою чергу будет сприять инновационному развитию региона и повышению конкурентосдольности белорусской продукции. Эффективность есть, популярность у них растет, особенно именно проведение в регионах. То есть у нас в Минске проходит несколько в другом формате, там проходят ярмарки. Здесь же это называется биржа, это более широкий формат, и свои плоды это дает. То есть как бы находятся вот партнеры по интересам. Олег Синтеров, Валерий Гапанько, Телерадо, компания Гомель. Субботние телефонные линии местовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с пытаниями до наместника старшини Аблвыконкама Баляслава Казимировича Перштука. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеле 75 12 37 с 9-1 ранницы до 12. У ГТШ на пытание гамельчан откажет наместник старшини Гарвыконкама Виталий Геннадьевич Атаманчук. Номер телефона 75 19 54. Протягиваем выпуск у неделю 25 вересня телеканал Беларусь-Шатыры Гомель отзначить первый день народжения. Ровно год тому он почав работу и за ГТЧ став выразно сформированным телевизийным брендом. Усе цивящане новины, ток-шоу, спортивные и забавляльные проекты. Базовая передача нового телеканала программа «Добрый вечер, Гомель». З нагоды первой годовины у эфира авторы ведущая проекта подрыхтовали специальный святочный выпуск. Беларусь-Шатыры Гомель год у эфиры. А святковать гэтую падею вырошили у лепших традициях телебачення. Перед камерами у студии популярной передачи «Добрый вечер, Гомель». Каким был этот год для нас, для всех? Чем он запомнился журналистам, режиссёрам, корреспондентам и, конечно же, вам? Увесь год телеканал расповядал про тое, что цикавит же хороур Ейона. Без уваги корреспондентов не засталась и неоднозначная падея. Свою творчостью с глядачами делились ведомые артысты, музыканты, мастаки. Выразный малюнок и якосный контент телеканала на протягу года дарили яркие ураженни и дозволили завоевать признание аудитории. Год у эфиры достатковый термин, кав озернуться назад и пронализовать пройденный шлях, яким отрымався 4-й беларуский канал, ци оправдав чаканне первый год вещанья. Каб вспомнить важные падеи первого сезона, у вечерней студии сберутся журналисты, ведучие, керовники головного регионального телеканала. Ведучие и гости программы не только узгадают историю створения канала, а и покажут лепшие моменты любимых передач. Глядачы смогут окунуться в атмосферу сучасного телебачения и доведаться, как створают мясцовые новины. Ведомые журналисты поделятся своими профессийными сокрытами. К нашей работе очень хорошо подходят фразы Льюиса Кэрролла, «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать». А чтобы куда-нибудь попасть, нужно бежать как минимум в два раза быстрее. Люстуды и программы «Добрый вечер» разберутся у всей ведучая проекта. У широй размове глядачам приоткрыют навод особистые таемницы. Это если коротко ответить на ваш вопрос. Нечаканное признание, яркие гости, веншаванье, подарунки и неполторные эмоции у лепших традициях сучасного телеканала «Беларусь-Шатыр» и «Гомель». Сергей Красноборот в нашей студии. Негось не просим. У гэтую неделю святочный выпуск «Добрый вечер. Гомель» почнется ранее звычайного, а 19-й године. Не пропустите, гэта будет текава. Наталья Волынец, Сергей Лукашук, Дмитрий Радянко. Телерадио «Компания Гомель». У гомельским палацово-парковым ансамбле плануется одновить скульптуру, яке знаходилися тут до Кастрышницкой революции. У приватности размова идти об помняку Ивану Паскевичу, а так само старожитным идоле, яке знаходяўся каля сучасной лебядзиной сажалкі. С планами ознаеміліся наши коррэспандэнты. Палацово-парковый комплекс у Гомелі – адна з головных славутостів областного центра. Як ландшафтный ансамбль, ён ствараўся с 1777 года, калі почалося будовніство палаца. Вучёныя кажу, што ў Воголі парк існаваў тут і ранней, і вірагодну знік яшше на основі ліставога лесу. Аднак новы архітектурные збудавання патрабавалі іншыі плэніровкі, а таму работы віліся грунтуны. Адначасово збіралася і колекция скульптур, які ўладальнікі привозіле з усяго свету. Міновіта так, ў Гомелі з'явіўся старожитны паганскі ідал. За оврагом Гамеюк, например, да, в беседке, как мы знаем, находилась скульптура, ну, не скульптура, это, по сути дела, ідал, так называемая половецка лисківская баба. Она, скорее всего, была когда-то привезена или Ивана Фёдоровичем Паскевичем, или Фёдором Ивановичем, они оба были любителями старины, любителями таких вот каких-то исторических артефактов. Яшэдна скульптура, яку ў плануюцца усталяваць ў Гомельскім парку, тычыцца асобы самаго Ивана Паскевича, аднаго з былых ўладальнікав палаца державнага дзейша Российской имперы, генерал фельдмаршала. Захаваліся паштокі і малюнкі, па яких можна зарабіць вывод. Такі помнік да Кастрышніцкай революцій існаваў, але яго лёс невядомы. Пасля революційныя гады былі насычны вельмі значными падзеями. Некага бронзава скульптура магла затікавіць просто як некалькі кілограму каштонага металу. Хоць ў адміністраціі палацава паркавага ансамблі не выключаюць махчымаці, што бронзава паскевич сёня можы заховацца ў якой-небудь замежной колекціі. Але ў любым выпадку тут маюць твёрды намер зрабіць докладныў копію і вельмі спадзеюцца на допамогу гамельшан і прадприємство спонсарав. Кошт скульптуры оцэніваецца прыкладна ў 30 тыс. рублёв. На самом деле по этому памятнику уже ведётся работа более трёх лет, изучение, где он конкретно находился, потому что фотографии понятно, но ещё будуть археологические раскопки именно в поиск фундамента этого памятника, чтобы мы определили конкретное место, и на это же место мы его и установили, историческое. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Ёген Макенка, Телерадо, компания «Гомель». Як Гомельский палацово-парковый ансамбль рыхтуецца даудзелы ў 3-м національным форуме музея Беларусі, чым тут планоюць привабліваць туристав і здеуляць наведвальнікаў. Аб гэтымы не толькі подзе размова ў студы і программы «Дыялог». Гостім стане генеральны дырэктор Гомельского палацово-паркового ансамбля Александр Гостяў. Глядіцца программу сёня ў 19 гадзін 20 хвілін на телеканалі «Беларусь-3». Нумар телефона ў Гомеле – 77 68 45. Гэты іншыя навіны вы можете знайсті на нашым сайте ў інтернэце па адрасе www.tv.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавав Александр Гамоля. Добрых вам навінов і до сустрэчы у эфіры. Добрых вам навіна.